Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм 2, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему удивлению, заводу в хаплаке, мертвых, разбивая молнии, продолжаем нашу образовательную программу по поддерживающей терапии шизофрении. Вопрос необыкновенно важный, потому что мы рассказывали о том уже, есть у нас лекция об этом, о том, что поддерживающая терапия шизофрении на самом деле это ахиллесовое питание лечения шизофрении. Если бы нам удалось организовать поддерживающую терапию шизофрении нормальным образом, нормальными препаратами, которые уже есть, то было бы гораздо лучше, и процент излечения у нас бы был, я подчеркиваю, еще раз говоря, процент излечения у нас был бы гораздо выше. Это при шизофрении вполне возможно. Как ни странно, я понимаю, что нам будут поступать комменты о том, что это невозможно. Возможно. Загляните, пожалуйста, хотя бы в американские источники на этот счет. Итак, у нас сегодня лекция называется «Арипипрозол или квитиопин при поддерживающем лечении шизофрении». Ну, почему мы выбрали в качестве спарринг-партнера для арипипрозола квитиопин? Очень по одной простой причине. Очень и очень раскрученный препарат. Вообще, на самом деле, квитиопин можно назвать настоящим маркетинговым препаратом. То есть, есть целый ряд препаратов, которыми не занимался никто, которыми на самом деле, ну, они пробивали себе дорогу сами. Это не только, например, в нашей стране арипипрозол, в нашей стране это, пожалуй, аланзопин тоже можно отнести к таким препаратам, которые только, ну, галоперидол, да, мало кто рекламировал, но эти препараты, они идут как бы благодаря своим качествам, да. А есть препараты, которые очень и очень сильно рекламировались, в них очень и очень вкладывались. В общем, специалисты по маркетингу. Продажи идут плохо, давай-ка напрягись, получишь премию. Надо вам сказать, что если в нашей стране такие усилия, они абсолютно ненаказуемы, и мы будем рассказывать об этих усилиях, уже рассказывали, еще будем рассказывать об этих усилиях, они, конечно, потрясающие, в Соединенных Штатках это все наказуемо. Ну, вот в частности, компания Астразенека в течение пяти лет продвигалась серопель среди психиатров и врачей других специальностей для определенных целей, которые не были одобрены. Да, вот мы очень любим сопоставлять сейчас как в Соединенных Штатах и как у нас. Ну, и мы говорим о том, что хорошо бы некоторые, ну, скажем, дела перенести на нашу почву. Действительно, вот у них там есть понятие о том, что есть инструкция. Эта инструкция утверждается ФДА, это Федеральное ведомство по контролю за качеством лекарств и пищевой продукции, и никто не может продвигать препарат, рекламировать этот препарат по каким-то другим показаниям, которые в этой инструкции зафиксированы. То есть, одобрены ФДА. А там, что они только не делали. И при агрессии, и при болезни Альцгеймера, и при тревоге. В общем, мы об этом тоже, кстати, рассказывали. Там куча самых разных диагнозов. И что в результате, что они вообще делали, как они этим занимались. Ну, во-первых, они привлекали врачей для продвижения рекламных программ. То есть, попросту говоря, платили врачам. Они привлекали, платили врачам для того, чтобы те делали всякие маркетинговые статьи. Мы, кстати, на своем... Вот я почему вас призываю подписываться на этот канал. Мы развернули активную борьбу против вот такого маркетинга, когда врачам платят за то, что они пишут всякие маркетинговые статьи. Причем, ладно бы они писали про, скажем, препараты, которые действуют. Ведь очень часто пишут про всякую гомеопатию. Это уж вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, так вот, они там выпускали медицинскую литературу. Понятно, что были там различные конференции. За все платила фармацевтическая компания. В результате они должны были выплатить в шестом году. И выплатили 520 миллионов долларов. Для того, чтобы этот вопрос был снят. Представляете, это полмиллиарда доллара. Вот такой штраф был наложен. Я считаю, что если бы у нас было такое, то есть была возможность накладывать на фармацевтическую компанию, продвигающую свой препарат, не по показаниям, такие штрафы, то было бы, конечно, очень и очень полезно. Итак, почему этот препарат является маркетинговым при шизофрении, и почему его слава при лечении шизофрении является по-любому дутой? Ну, возьмем шизофрению. Мы всегда говорим о том, что это двуглавый дракон. Это не совсем так, потому что есть и другие симптомы шизофрении. Но все-таки главное это два типа симптомов. Это позитивные, или еще называют продуктивные симптомы. Очень неправильное название, я считаю, потому что надо называть гипердофаминовые симптомы. Симптомы, которые связаны с повышением активности дофаминовых нейронов. Бред, галлюцинация, психоз. И негативные симптомы гипердофаминовые – снижение активности дофаминовых нейронов. Это апатия, асоциальность, ангидония. Так вот, надо вам сказать, что вообще препарат, который должен лечить гипердофаминовые симптомы, он должен прекращать вакханалию взаимосвязей между двумя нейронами. Вот эти два нейрона между собой общаются при помощи дофамина. Извините за такую неприятную связь. И этот дофамин излучается и выпускается первым нейроном, который слева у нас доходит через межсинаптическую щель до второго нейрона. Соединяется с постсинаптическими D2-рецепторами, возбуждает нейроны. И вот эта волна возбуждения катится дальше. Например, есть такой мощный препарат галлоперидол. Куда уж мощней, который прикрепляется к этим самым рецепторам, не дает действовать дофамину, и, соответственно, резко снижается активность дофаминовых нейронов. А что в этом плане делает квитяпин? И почему его слава при лечении шизофрении является дутым? Вот посмотрим на этот текст. Он очень и очень важный. Так же, как у колозапина, по этой исследовании мы рассказывали про позитронно-эмиссионную томографию. Позволяет видеть, как действует препарат. Позволяет сопоставлять жалобу больного с тем, как действует препарат. Пожалуйста, почитайте. Об этом есть масса литературы. Не надо, не надо, это позитронно-эмиссионную томографию делать всем подряд. Потому что, на самом деле, и так ясно по клинике, если проходит бред и галлюцинация, что происходит с головным мозгом. Но вот благодаря, это ясно, благодаря вот этим научным исследованиям. Так вот, уровень блокады дофаминовых рецепторов второго типа достигает плато. То есть, выше 50% не поднимается. Даже при максимально рекомендованных дозах, а это 800 мг в сутки. То есть, сколько бы вы препарата не давали квитиопина, все равно 150% он не может заблокировать дофаминовых рецепторов. Самое интересное, что это тоже очень важно понять, что мало того, что он редко связывается с большим количеством, вообще не связывается с большим количеством рецепторов, но еще он очень быстро уходит из этой связи. То есть, присоединился к рецептору и дальше пошел прогуляться. То есть, если мы посмотрим на схеме, то это выглядит так. Один рецептор какой-то уже заблокирован этим самым квитиопином, а к остальным рецепторам свободно проходит дофамин. И поэтому, на самом деле, при психозе активность сохраняется. И любой человек знает, как сложно, врач любой знает, как сложно квитиопином купировать какой-либо психоз. Да еще, мало того, что свободная, но вот эта верхняя таблетка, она норовит уйти очень быстро из этой связи с Т2-дофаминными рецепторами. То есть, фактически не обрывает психоз. Ну и я бы хотел, чтобы вы вот запомнили вот такой вот мем. То есть, вот сироквель, это нечто такое квитиопин, это нечто такое мерцающее. Присоединился, исчез. Есть маленький антипсихотический эффект, нет маленького антипсихотического эффекта. Соответственно, конечно же, использовать такой препарат для лечения гипердофаминовых симптомов, я считаю, абсолютно бесполезно. Ну и наш Сергей Николаевич Масалов, это русский Штефан Сталь, трудится регулярно над созданием эквивалентных дозировок антипсихотических препаратов. Ну, то есть, доза препарата, которая соответствует друг другу. Обратите внимание, квитиопин в 38-56 раз слабее галоперидол. То есть, ну, трудно даже сказать, во сколько это раз, представляете. Ну, я не знаю, это 56 раз слабее галоперидол. То есть, что это такое, я даже не знаю. И 15 раз слабее арипипрозола, о котором мы сегодня еще будем говорить, о сравнении с этим препаратом мы будем говорить. Надо вам сказать, что такое мнение, что квитиопин не является никаким антипсихотиком, оно, в общем, распространилось не только на врачей. Не только врачи об этом знают, но и даже всякое жулье, которое мы нещадно разоблачаем. Вот есть так называемая европейская психиатрия, блок, который мы назвали псевдоевропейской псевдо-психиатрией. Там сидит некая София Роттермель, которая журналист в Германии. У нее интернатура была по неврологии, кандидатская диссертация по молекулярной медицине. Но она представляется, что она психиатр. Ну это ладно, это в конце концов у каждого свои недостатки. Но даже вот эта вот жуликоватая особа, и то она знает следующее. Давайте мы сейчас вместе с вами послушаем этот пассаж. Еще одна классификация антипсихотических препаратов по силе действия, или она еще называется патентность. То есть есть препараты более сильные, есть средние патентности и слабенькие. То есть вот более сильные препараты, более патентные, или как еще их называют, высоко патентные. Это, например, такие как галлоперидол, рисперидон, оландзапин. Это препараты, которые обладают очень хорошим антипсихотическим действием. Они себя здесь уже зарекомендовали. При этом они практически не седируют, не успокаивают. Эти препараты часто применяются в острой психиатрии, чтобы купировать симптомы психоза быстро и эффективно. Есть также антипсихотические вещества средней патентности. Здесь очень интересно. Их действие зависит от дозы. К таким препаратам относится, например, антипсихотический препарат кветиопин. Кветиопин назначается в дозе до 800 мг. Это очень большая доза. Я даже видела до 1200 мг. Ну, видите, есть слабые нейролептики. Вот даже эта жуликоватая особа видела больных, которых там тысячу и больше. Значит, на самом деле я тоже это вижу. То есть, это не только в Германии. Поскольку врачи, они просто не знают о том, какие дозами вообще можно работать с кветиопином. Они увеличивают дозу, а толку нет. Они увеличивают дозу, а толку нет. И вот идет постоянное увеличение дозы. Не надо этого делать. Сколько бы вы не назначали кветиопина, вспомните этого мерцающего подростка. У вас все равно будет 50% рецепторов не занято. И из оставшихся он все равно будет мерцать. То присоединяться, то уходить. Поэтому не стоит вообще этим даже заниматься. Вот почему я считаю, что слаба вообще кветиопина при лечении шизофрении, она является дутой. Ну, конечно, вы попросите доказательств. Пожалуйста. Журнал Всемирной психиатрической ассоциации. Потрясающий метаанализ современный. 92 рандомизированных контролируемых исследований. Включается 22,5 тысячи пациентов, даже больше. И этот метаанализ посвящен поддерживающей, что-то мы говорим уже о поддерживающей, длительной поддерживающей терапии шизофрении. Риск, снижение риска возникновения новых обострений шизофрении. И вот там есть группы. Вот есть группа с высокой достоверностью результатов. Там она находится, арипибразол. Почему я показываю Ролотекс? Ну, потому что наиболее доступный из этих препаратов. Мы на стороне Ролотекса. Мы об этом рассказывали. У нас есть об этом ролики. Повторяться больше не буду. Что касается Сираквеля. То он гораздо ниже. Он как бы находится, прошу прощения, он находится в низшей, более нижней группе. Вот вверху вы видите два подчеркивания. Почему два? Потому что есть арипипразол. Пролонгированный в действии есть в таблетках. Но все они высоко достоверно предотвращают развитие повторных обострений шизофрении. А вы видите, что у нас находится Сираквель. Он находится гораздо ниже. И в группе, которая, в общем, там средняя достоверность этих самых результатов. То есть, ну, как бы для футболистов есть премьер какая-нибудь лига. Да, есть более низшая лига, где играют какие-то другие совершенно малопонятные дворовые команды. Но различие между этими препаратами на этом не ограничивается, на самом деле. И мы сейчас посвятим несколько минут рассказу о том, что они различаются по особенностям механизма действий. Соответственно, по тому, как их можно использовать при поддерживающей терапии. Ну, дело в том, что препарат Ролатекс – это агонист. То есть, он возбуждает дофаминовые рецепторы второго типа. А Сираквель – слабый, но антагонист. То есть, этот препарат, вы помните, да, картинку. Он присоединяется, не дает действовать дофамину на дофаминовые рецепторы. И, соответственно, этот самый, он пытается, чтобы нейрон не возбудился. Все равно у него не получается. Чуть-чуть он может снизить дофаминовую активность. А вот Ролатекс может навязать свою дофаминовую активность, хотя и на сниженном уровне. Как он действует? Два механизма у него действия. Один из этих механизмов не столь важен. Он активизирует пресинаптические рецепторы, которые являются тормозящими. Что происходит при этом? При этом происходит торможение выброса дофамина. То есть, дофамин в межсинаптическую щель выбрасывается меньше вот тем нейронам, которые слева. Но не это главное. Потому что, сколько бы дофамина не выделялось, основное действие – это воздействие препарата на постсинаптические дофаминовые рецепторы. Вот присоединяясь к этим рецепторам, он не дает, конечно, действовать дофамину, но сам их возбуждает. Возбуждает гораздо слабее, я подчеркиваю, гораздо слабее, чем сам дофамин. Но он навязывает, следующий вот дофаминовым нейронам, навязывает определенный сниженный уровень дофаминовой активности. И это, на самом деле, очень и очень важно. Важно еще другое в отношении поддерживающей терапии. Обратите внимание, это мы взяли из инструкции. Арипипрозол обладает высокой афинностью, то есть, главная его мишень – это два дофаминовые рецепторы. Аквитиопин проявляет более высокий срасток с серотониновым рецептором, нежели чем к дофаминовым рецепторам. Я бы хотел, чтобы вы еще раз вернулись вот к этой самой картинке и ее вспомнили. То есть, Ролотекс, когда он появляется у человека в крови, он всегда будет присоединяться к дофаминовому рецептору, потому что он для этого приспособлен. Препарат под названием Сираквель. Он, во-первых, будет присоединяться к дофаминовому рецептору во вторую очередь, чтобы уславливать его слабость. В первую очередь, это серотониновые нейроны, серотониновые рецепторы. Дальше, в чем его слабость? Даже если он дойдет до дофаминовых нейронов, он из связи с дофаминовыми рецепторами будет быстро уходить. И более того, вы помните, что он не способен заблокировать значительное количество дофаминовых рецепторов. То есть, это вот, понимаете, да, это препарат, который есть в крови, и препарат, которого в крови то есть, то нет. Поэтому понятно, что поддерживающая терапия латексом – это гораздо лучшая вещь, нежели чем поддерживающая терапия квитиопином. Потому что квитиопин просто не способен вообще навязать никакую активность дофаминовым нейронам. Так, может быть, и немножко снизит, но потом она может опять возрасти. Но это еще не все. Обратите, пожалуйста, внимание, это из той же инструкции. А репепрозол обладает умеренной афинностью к дофаминовым, альфа-адренорецепторам и гистаминовым рецепторам. Есть нюансы. Квитиопин также обладает более выраженным сродством к гистаминовым и альфа-1-адренорецепторам. Значит, получается, что сироквель гораздо эффективнее действует на гистаминовые рецепторы, нежели чем ролотекс. А к чему это, собственно говоря, может привести? Что такое снижение активности гистаминовых нейронов? Блокада гистаминовых рецепторов первого типа – это снижение активности гистаминовых нейронов. Обратите, пожалуйста, внимание, побочные эффекты связаны с тем, что гистаминовые нейроны у нас работают плохо. Сонливость, утомляемость, повышение аппетита и увеличение массы тела. Значит, у сироквеля будут гораздо более выражены эти побочные эффекты. Вы меня спросите, где доказательства? Пожалуйста. Еще одна работа, мы ее постоянно цитируем из Ланцета. В этой работе говорится о лечении первого эпизода шизофрении. 32, представляете? 32 проанализировали антипсихотика и сопоставили их не только по эффективности, но и по побочным эффектам. И вот здесь диаграмма, читать ее очень и очень просто. Средняя линия, которая говорит о том, что если вот эти вот черточки, да, там квадратик и усики, если усик касается этой самой черточки, значит нет никаких различий между препаратом и плацебо. Вот для арипипрозола это действительно так. На массу тела влияет так же, как и плацебо. Плацебо может повлиять на массу тела, арипипрозол тоже может как и плацебо повлиять на массу тела. Вот квитиопин внизу, видите, его усики совершенно не касаются и они резко сдвинуты вправо, потому что квитиопин дает превес приблизительно 2 килограмма. Причем исследования, как правило, продолжались там порядка 12 недель, то есть вот это серьезный, поверьте мне, превес. То есть это человек действительно может перейти из одной категории индекса массы тела в другой, а это уже серьезный побочный эффект. Итак, у квитиопина есть, у арипипрозола нет. Следующее, седация, если вы помните, антигистаминовое действие дает седативный эффект. На фоне арипипрозола, помните, тоже все-таки действует на гистаминовые нейроны, риск седации возрастает на 0,48%, можно сказать, на 48%. А на квитиопине сразу больше, чем в 3 раза риск седации. Представляете, это фактически в 6 раз больше риск седации. Тут, в общем-то, даже и нечего сравнивать. Еще немножко из инструкции. Арипипрозол характеризуется отсутствием афинности к мускариновым рецепторам. Переводим. Не действуют на ацетилхолиновые нейроны. Сираквель. Не обнаружено заметного сродства квитиопина с мускариновыми рецепторами. Читаем. Не обнаружено заметного сродства квитиопина к ацетилхолиновым нейронам. И, конечно, этому не верим. Почему не верим? Маркетинговый препарат. Вот когда вы сталкиваетесь с маркетинговым препаратом, ждите, что в инструкции будут ляпы, будут подделка, будут передержки различные. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы специально для вас это показываем. Итак, если препарат блокирует мускариновые рецепторы, он снижает активность ацилхолиновых нейронов. И тогда возникают такие побочные эффекты, как нарушение памяти, нарушение зрения, затруднение при мочеиспускании, запоры, повышение внутриглазного давления, нарушение ритма сердца. Обратите, пожалуйста, внимание, из той же самого изоланцета относительный риск антихолинергического эффекта на фоне арипипрозола. Такой же, как на фоне плацепо. Это верхняя черточка, там усики касаются. А зато у квитиопина такой риск возрастает в 4 раза. Это самый холинолитический препарат из всех нейролептиков, которые исследовались вообще вот в этом анализе. Представляете, что это такое? Нам говорят о том, что он не действует на ацилхолиновый нейрон. Извините, но это чистой воды. Вранье, которое опровергается вот солидным метаанализом, который приведен в ланцете. Поэтому, конечно же, вот эти все побочные эффекты, вы помните, да, там запоры, там трудности с мочеиспусканием, повышение внутриглазного давления, нарушение памяти, все это на квитиопине будет, а на арипипрозоле нет. Ну и, конечно же, очень и очень важная вещь, помните, там нарушение ритма сердца, влияние на интервал КУТЭ у арипипрозола и плацебо одинаковое. Сейчас немножко скажу вам чуть позже, что такое интервал КУТЭ. КУТЭ, это интервал на электрокардиограмме определенный. Заток квитиопин удлиняет интервал КУТЭ на 3, почти там 3,5 миллисекунды. Ну, кажется, это немного. На самом деле, это может быть очень много, если у вас уже удлинен интервал КУТЭ. Мы об этом рассказывали. У нас есть специальный плейлист для вас, называется «Препараты сердца». Наверняка никто не смотрит. Хотя про этот интервал КУТЭ там рассказывается, о том, что удлинение интервала КУТЭ само по себе не опасно. Но это маркер того, что может развиться сердечная аритмия по типу Пюрета. А вот она в 10% случаев переходит в фибрилляцию желудочков. А вот это уже в 100% внезапная смерть, если вы не находитесь в стационаре и не находитесь в условиях кардиореанимации. Так что, сами смотрите, нужен ли препарат квитиопин при шизофрении, особенно при поддерживающей терапии шизофрении. Потому что, еще раз говорю, и слаб, и большое количество побочных эффектов в сравнении с арепепрозолом. Ну, вы скажете, зачем вообще такой препарат нужен? Ну, выдам вам тайну. Если посмотреть мемы, мемы про любой препарат, они, в общем-то, ну, особенно распространенный препарат. Галоперидол, мы рассказывали уже об этом препарате, конечно же, очень известный, много мемов. Ну, галоперидол, понятно, кому сумасшедшему. А кому сироквель? Тому, у кого бессонница. Офф-лейбл, он назначается в качестве снотворного препарата. Помните, используется его антигистаминовое действие. Это вот этот самый снотворный эффект. Так что, заканчивая этот разговор о двух препаратах, которые совершенно несопоставимы, потому что, ну, понятно, что даже их рядом ставить абсолютно невозможно. Для чего я это вам все рассказываю? Мне нужно, чтобы вот эта информация, она распространялась по интернету. Чтобы это знали больные, чтобы это знали врачи. Потому что это очень важно, налаживание поддерживающей терапии шизофрении. И вообще, лечение шизофрении очень-очень важно. Пациенты крайне боятся шизофрении. На самом деле, можно лечить эту болезнь. И можно эффективно лечить эту болезнь. Надо просто правильно подбирать препараты, следить за пациентом. И все, поверьте мне, будет гораздо лучше, чем сейчас у нас происходит. Конечно же, для этого нужно, чтобы люди смотрели наши лекции. А для этого надо подписываться на наш канал. Для этого надо писать комменты, ставить лайки. И тогда YouTube решит, что это очень важный ролик. И будет продвигать его в выдачах. Я вас, пожалуйста, очень-очень прошу, сделайте это, пожалуйста. Быть может, мы спасем и ресоциализируем вместе с вами какого-то больного. Мы вернем его от шизофрении к нормальной жизни. Если мы вместо кредиапина назначат, скажем, арипипрозол, который у нас есть и который называется ролотексом. Так вот, если хотите еще раз нас отблагодарить за этот ролик, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, в реквизитах счета, в ее описании есть реквизитный счет. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok